Это видео о веб-компонентах. Меня зовут Алексей Тарасов и в этом видео я расскажу, что такое веб-компоненты и для чего они нужны, как написать свой первый простой компонент, какой JavaScript-код для этого нужен, как использовать слоты и как использовать CSS для оформления компонента. Веб-компоненты – это набор технологий, позволяющих создавать собственные пользовательские HTML-элементы, помещать в них свой функционал, свою разметку и стили. Веб-компоненты нужны для случаев, когда хочется или нужно создать пользовательский HTML-элемент и использовать его повторно в разных местах приложения. Например, вы можете один раз создать веб-компонент «Карточка товара» для отображения позиций в каталоге, или может создать веб-компонент для проведения тестов на сайте. Пользователи могли бы проходить тесты и без веб-компонента, но может быть удобно вставить компонент в разных частях сайта. Давайте создадим собственный компонент «Счетчик». Придумаем название. Оно должно состоять из двух или более слов, разделенных тире. Например, подойдет «CounterElement». Обратите внимание на обязательный закрывающий тег. Давайте договоримся, что начальное значение счетчика будет определяться атрибутом start. Если в start записывается 3, то отчет будет начинаться с 3. Если проверить наш код на странице валидатора HTML, мы получим отличный результат. Это означает, что мы создали корректный пользовательский HTML-элемент. Теперь вы знаете, как задать название своему элементу и указывать свой атрибут. Чтобы элемент был отзывчивым, нужно добавить JavaScript. Давайте создадим класс, расширяющий HTML-элемент, и его зарегистрируем. Теперь браузер будет знать о связи между элементом и его поведением. Опишем методы ConnectedCallback и Render. Первый вызывается один раз при создании элемента счетчика на странице. Рендер вызываем при отрисовке в начале и при нажатии на кнопки. ConnectedCallback вызывается автоматически. Он часть API веб-компонентов. Когда добавляется элемент, вызывается ConnectedCallback. Он считывает значение атрибута Start и запоминает его в свойство i. А затем отрисовывает компонент. Render не является частью API веб-компонентов, но его удобно прописать, когда есть своя логика отрисовки элемента. При вызове Render мы отрисовываем кнопки и вешаем на них обработчики изменения свойства thisi. Тогда при нажатии на кнопки будет меняться свойство thisi. Компонент снова перерисовывается. У нас есть работающий счетчик, а внутри обычное дом-дерево. Мы же хотим спрятать кнопки компонента в особое, невидимое в основном документе дом-дерево. Оно называется теневым. Теневое дерево или Shadow 3 есть и у существующих HTML элементов. Чтобы увидеть теневое дерево элемента текстелия, нужно в настройках панели разработчика выбрать флажок показа. Теперь можно видеть, что показывается теневое дом-дерево. Теневое дерево нужно для сокрытия деталей верстки и CSS стилей. Для добавления теневого дерева нужно вызвать метод attachShadow с настройкой modOpen. А затем начать работать со свойством Shadow Root. Теперь в панели разработчика мы видим теневое дерево. Реализация компонента сокрыта. Возможно, кто-то захочет указать, что именно считает счетчик. Шаги, километры или количество товаров. Для указания единицы измерения воспользуемся слотами. Теневое дерево. В верстке компонента вывода счетчика укажем html-элемент слот и дадим ему название dimension. А между тегами поместим элемент em с атрибутом слот с тем же значением. Теперь текст элемента покажется в теневом дом нашем компонента. Всякий, кто использует наш компонент, может указать свою единицу измерения счетчика. Теперь укажем стили. В месте заполнения теневого дерева добавим элемент style. Кнопки сделаем фиолетовыми, а элементу code зададим ширину. Для оформления слота используем одноименный селектор по тегу. Найдет такой слот, которого атрибут name равен dimension. Также можем использовать псевдоэлемент slotted для задания оформления конкретного элемента слота. Внимание! Слotted нельзя использовать в querySelector. Теперь мы знаем, как создать простой компонент-счетчик. Для использования счетчика на других страницах можно вынести javascript-класс в отдельный файл. Повторим, как создать свой компонент. Понять, зачем нужен компонент и придумать ему название. Создать класс компонента и привязать к названию html элемента. При необходимости добавить теневое дерево и слоты. Добавить оформление элемента компонента. Воспользуйтесь ссылками под видео и попробуйте создать свой собственный веб-компонент. Надеюсь, это видео понравилось вам. Поставьте лайк и в комментариях напишите название возможных веб-компонентов, которые можно было бы реализовать.